здравствуйте дорогие друзья вы на канале джаэль грин всех приветствую всех своих знакомых приветствую всех своих новеньких которые может по какой-то случайности будут меня смотреть меня я вообще профессиональный ведический астролог джиотиши со стажем консультирования уже 20 лет 21 год пошел мне очень нравится записывать видео о косметике краситься собираться что-нибудь интересное рассказывать нравится мне поэтому если хотите присоединяйтесь давайте вместе онлайн можно да есть так это выразиться можем немножко посидеть пообщаться в том плане что у меня монолог а у вас просто слушание но если захотите пообщаться можете писать комментарии я с удовольствием всем буду отвечать вот вопросы можете задавать любые и по поводу косметики и по поводу моей основной профессиональной деятельности это ведическая астрология джиотиш а вот все-таки учитывая что я астрологию джиотиш изучаю более 26 лет являюсь консультантом уже 21 год то есть тоже старшая работа до с людьми с клиентами 20 лет то мне есть таки что вам рассказать как говорят да как говорят у нас в одессе у меня есть таки вам что сказать опыт очень большой знаний тоже очень много по поводу так того вообще что такое ведическая астрология что такое джиотиш что это за наука и как она может помочь человеку изменить его карму лучшую сторону поскольку джиотиш ведическая астрология это наука о карме понимаете это не просто такое бульварная бульварная пресса развлечения это наука о карме там записано карма человека в гороскопе записано карма человека и соответственно уже можно там видеть какие человеку нужно делать упа и то есть средства что ему надо делать чтобы изменить свою карму в лучшую сторону во всех сферах жизни если он этого хочет а вот понимаете да поэтому соответственно и обязанность и физического астролога до в любого струну астрологи вообще она одна это сейчас ее начали в колею выделить западная там восточная такая нет это наука о карме она одна дана она богом поскольку он законодатель закона кармы он творец нашего мира к этому миру дал закон и самый главный закон это закон кармы и звучит он так что посеешь то и пожнешь закон кармы он беспристрастен там жалости сюси пусть и вот этого нету что заработал то и получишь и хорошего и плохого там жалости нету пристрастий никаких нету все объективно справедливо и так далее вот поэтому и есть знания об этом законе и как изменить свою карму как нейтрализовать негативные вещи как ее изменить лучшую сторону более того все задаются всегда вопросом а зачем рождается человек а в чем цель рождение на земле друзья цель одна изменение своей кармы через трансформацию сознания потому что наша карма записана в нашем сознании упа и это те средства которые меняют сознание человека тем самым меняют его карму если меняется сознание меняется карма цель проста у каждого человека изначально если он рад ну что земля это учебно-тренировочный лагерь для души здесь люди приходят чтобы карму отработать они наслаждаться это сейчас кальюга 75 процентов населения это шудрой шудрой это низший класс и они очень любят наслаждаться поэтому как вы видите везде все построено на наслаждение надо наслаждаться надо наслаждаться мы родились для счастья нас наслаждайся enjoy enjoy а что ж нет уже от этого слова а вот и какие-то концерты какие-то спектакли театры зачем чтобы пойти понаслаждаться чтобы так сказать убить время только проблем в том что время это аспект бога это кала на санскрите время это один из аспектов бога а его убить невозможно время убивает людей но никак не человек убивает время а вот и как говорится если всю жизнь таращился в телевизор то в следующем воплощении будешь телевизором понимаете да сплошная деградация вот к чему приводят излишней наслаждение а вот так что астрологии это наука о карме гороскопе записана ваша карма опытный астролог может ее прочитать и дать вам рекомендации рекомендации и средства упая на санскрите это слово называется упая переводится как средства для изменения кармы лучшую сторону а вот поэтому и упа и бывают самые разные поскольку существует изначально три направления знаний веды тантра йога соответственно и упа и бывают ведические тантрические йогические а вот знание об упаях у меня есть поэтому соответственно я и сама их применяю для своей жизни вот и те люди мои клиенты которые с которыми я работаю да скажем так виду их курирую там раздаю люли пряники ну кто что заслуживает у тех результаты очень хорошие очень потрясающие а вот поэтому если человек работает со своей кармы скажем так если он делает упая изменения в судьбе будут любой сфере жизни если человек не работает а просто сидит мечтает о кренделях небесных своим позитивным мышлением ничего не будет ничего не будет все как было так и будет будет вернее будет разочарование большое будет а я так надеялся а я так надеялся а я так мечтал и ничего а жизнь прошла потому что наша жизнь это не отражение наших мечтов и желаний наша жизнь это отражение нашей кармы которая записана в нашем сознании поэтому сознание определяет бытие если вы хотите другой жизни решить свои какие-то проблемы надо карму менять надо карму менять она упая только меняется только посредством упай других путей нету вот и полномочены менять карму это естественно верховная личность бога бог и его помощники дэвы и вот в упаях надо обращаться к ним обращаться к ним проговаривать свою санкальпу там разные уже такая методики я сейчас не буду это все рассказывать что это не для широкой аудитории понимаете такие знания как говорится знания для тех кто хочет знать свою судьбу и работать это я просто так введение вам чуть-чуть рассказала введение кто я и чем я занимаюсь то есть какова вообще профессия ну и вообще что такое профессия астролога а то думает что астролог это так пришел ушами похлопал этот дилетант астролог наплел красивых слов типа у вас все так сильно все так хорошо у вас все будет хорошо или вы такой крутой замечательный а это все остальные какашки на вот но при этом это дилетантство это просто дилетантство и это говорит о том что такой астролог и дилетант он даже сам не понимает какой наукой скажем так он интересуется сам понимаете вообще о чем речь а вот а распознать где дилетант а где профессиональный астролог это естественно надо уже тоже как говорится искать изучать смотреть какой жизнью сам живет этот так называемый астролог потому что джотиши джотиши то есть сфитический астролог это не профессия даже это не профессия это образ жизни это образ жизни и в В первую очередь сам астролог должен соблюдать законы кармы, он должен соблюдать заповеди и так далее. И если у вас есть, допустим, какой-то знакомый астролог, а он кушает мясо, рыбу, яйца, курит, пьет, другие всякие какие-то непотребные вещи делает, если у него в жизни куча, полно проблем, всевозможных, даже маленьких, а он их решить не может, то есть если он не практикует свои же знания, понимаете, да, если он своими знаниями даже сам себе не помог в своих вопросах, если он не следует правильному образу жизни, потому что он должен быть примером, его слова должны иметь шакти, то есть силу, если сам этого ничего нет, то это не астролог. Друзья, это не астролог. Если он регулярно не делает какие-то пуджи, упаи для тех же девяти грах, потому что планеты, на санскрите они называются грахи, это не просто физическое тело в небе висит, это деф, который курирует определенную сферу жизни в карме человека. Понимаете, если джиотиши, ведический астролог, это человек, который посредник между Богом и людьми, и он должен всегда быть на связи с Богом, с девами, а она устанавливается только через регулярные практики пуджи, хомы, там, яги, упаи, понимаете, а если человек даже об этом не слышал или слышал, но ничего это не делает, то это не астролог. Это так, просто человек, который интересуется астрологией. И общение с ним на консультации, это то же самое, что общение с каким-то человеком в электричке, пока вы едете, понимаете, или там с подружкой. Он там вместе с вами ваши сопли пожует, и все. Никакой силы в его словах не будет, и предсказаний нормальных, адекватных он не сделает, они вряд ли там, да, сбудутся. А если он не знает упаи, то и упаи вам никаких не даст, и вы так это поболтаете, поболтаете, и все. Понимаете, да? Ну что, вот так вот. Поэтому, прежде чем пойти на консультацию к астрологу, надо посмотреть, как сам живет этот данный астролог. Поспрашивать, посмотреть, как он живет, чем вообще занимается и так далее. А вот. Ну, ладненько, не будем долго затягивать, да, это введение. Я так потихоньку что-нибудь буду вам рассказывать. Но я думаю, даже эта информация вам пригодится, если кто-то из вас планирует там пойти к астрологу или к человеку, да, то посмотрите, к кому вы идете. А вот. Потому что если вот человек делает то, что я перечислила там, да, и не делает то, что надо делать, ну, чтобы, как я говорю, что введический астролог, вообще астролог, поскольку это наука о карме, это колоссальнейшее знание, он должен быть квалифицирован, и плюс ввести соответствующий образ жизни. То есть это, я говорю, это даже не профессия, это образ жизни, понимаете? Вот. Потому что если у человека нету связи с Богом, так сказать, то как он, что он может вам сказать о вашей судьбе, и какие там дать упаи, рекомендации и так далее. Понимаете? То это просто так, болтовни. Такую консультацию, я говорю, любая бабушка в поезде вам может дать. Или тетушка там какая-нибудь, или подружка. Ну, вот так это. Так. Ну, ладненько. Сейчас давайте будем делать макияжик, да, потому что, как видите, я уже лицо приготовила для макияжа. Приготовила, то есть припудрила, бровки подвела, стрелочку, межресничное пространство сделала, губки новой помадой тоже сделала. Для чего? Чтобы просто нам сократить время. Нам осталось накрасить тенюшки, ну, глазки там, да, румянчик. А вот, потому что такая собиралочка со мной. Потому что собираюсь пойти на улицу, делать свои вечерние упаи, и потом в магазинчик купить геркулеса, молочка, фруктов для просадов. А вот. Так что давайте, да, начнем так. Хочу я сегодня сделать, ой, простите, в каких-то таких зеленоватых тонах и макияж я хочу сделать своей тоже любимой палеткой. Одна из моих любимых палеток. Многие ее знают. Это палетка Makeup Revolution фирма в коллаборации с блогером итальянским Carmi. И эта палетка называется Carmi Make Magic. Carmi, так зовут этого итальянского блогера. А вот. И это Makeup Revolution, с ним в коллаборации делали эту палетку. И называется она Carmi Make Magic. А вот. Я ее покупала года два назад. Ну да, получается, два года назад на сайте, естественно, Makeup Revolution. Палетка, что могу сказать, палетка мне очень нравится. Я когда ее получила и открыла и посмотрела, я тут же, тут же залезла на сайт и заказала еще одну. И она у меня есть и лежит даже вот в коробочке запечатанная. То есть я ее получила и положила. Думаю, когда это у меня закончится, чтобы та была в запасе. То есть настолько она меня вот так с первого взгляда потрясла и понравилась. Но сейчас, как я уже сказала, мне все-таки больше нравятся палетки вот эти китайские бренда Майкан. Майкинг, Майкан. Они мне все-таки нравятся больше. Почему? Из-за своих матовых оттенков. Потому что сейчас я вам эту палетку покажу. Многие эту палетку знают. Вот. Здесь вот такая растяжка цветов. Цвета красивые, носибельные, много. Вот видите, вот этот верхний ряд, это все топеры. Такие красивые топеры. Они хороши. Все хороши. Они мне нравятся. А вот матовые, они тоже хороши. Но в китайских палетках матовые, они вот 10+. То есть они превосходны. То есть лучше китайских матовых теней я не встречала нигде. Они в одном европейском бренде. То есть они лучшие. Вот на мой взгляд, они лучшие. Они хорошо быстро ложатся. В дымку. Все как надо. Пигментация. Все хорошо. Нормальная пигментация. Вырвы глазной пигментации, я считаю, она не всегда нужна. Зачем? Зачем? Мы же не на каждый день, как на карнавал. Потом это все растушевывать. Зачем? Средней пигментации, но при этом передающей тот оттенок цвета, который изначально заявлен, этого достаточно. Здесь пигментация хорошая. Здесь она хорошая. Вот видите, два ряда. Это матовые все. Ну матовые, сатиновые. Пигментация хорошая. Ну, они немножко дают пятна. Более сложнее тушуются. Ну, хорошие. Ну, китайские маяканы, ну, я говорю, они... Это номер один. Вот китайские вот этот маякан тени, они для меня номер один палетки. Вот. Ну, карми нравится. Нравится то, что в одной палетке разные цвета. Вот. И особенно нравится вот этот топерный ряд. Особенно вот этот самый последний оттенок, он дает такой, знаете, эффект вот этого майского жучка, да, или как хвост русалки, как только они называют. Очень красивый. Сейчас вам покажу. То есть там коричневая база и бликает зеленым. Видите, да? Последний вот этот рефил. Вот он шикарнее всего из этой палетки. Ну, следующий тоже красивый, но он такой холодной зелени. Ну, тоже красиво блестит, когда вот искусственное освещение. Третий, он такой уже как серебристый, ну, такой светло-голубой серебристый, тоже красивый. Ну, золото тут, конечно, вообще тоже золото есть, золото очень. Это я вам сейчас вот этот верхний ряд топерой показываю. Потом идет такой прям, как малиновый, такой прям малиновый-малиновый, розово-малиновый. Ну, он такой, он поскромнее, скажем так, не так блестит, такой сатиновый, но красивый. Хотя я им красилась один раз. Ну, такой малинояркий на глаза. Я просто вот такие розовые-малиновые оттенки, но оно смотрится как будто вот, либо плакал много, либо набил кто-то глаз. Поэтому так не особо люблю малиновый. Это где-то для акцентика, там что-нибудь, но очень редко. И последний топерный, это такое розовое золото, тоже очень красивый. Вот он на пальчике, вот. Розовое золото. Розовое золото. Ну, остальные, они обычные, разного цвета оттенки, там матовые, сатиновые. Я говорю, ну, качество, я говорю, я матовых, вот, верхний ряд, да, такой нарядный, это. Ну, в целом, в целом, палетка неплохая. Зеркало, а вот. В общем-то, я говорю, матовые нормальные, хорошие, можно сказать. Ну, просто уже по сравнению с маяканом, да, сами понимаете, они уже проигрывают, скажем так. Ну, и давайте сделаем макияжик. Надо нам опять, опять я засиделась, девочки, опять, ну, у нас сейчас быстро стемнеет. Ну, прям какой-то, я не знаю почему. Я сижу, не то, что я прям сегодня сильно была занята, но я сидела там что-то. Просто за Индией смотрела эти ролики в Ютубе, засмотрелась. Потому что скучаю я уже за Индией, прям жду, пока дадут визы, потому что за Индией скучаю, за своим любимым, за своим любимым человеком скучаю. Может, за своим мужем индийским очень скучаю. Потому что уже 7 месяцев здесь я, и потому что вот визы сейчас не дают туристические, вот, я не могу поехать. И он тоже сейчас пока приехать не может, потому что тоже не дают визы такие вот так гостевые, туристические. Поэтому приходится ждать. Вот, ну, так соскучилась, прям смотрю, плачу этот Ютуб, где про Индию. Ну, поделать ничего невозможно. Так, здесь есть такой цвет, который красивый, в общем-то он хорошо тушуется. Это один из всех, который мне больше всего нравится. Он такого песочно-горчичного цвета. Я им хочу оформить и сесть на складочку. А вот. То есть, ну, построить форму, да, всю, как бы, и складочку оформить. Складку и форму. Выстроить нашего макияжа, как обычно, восточного, скажем так. Ну, я люблю такой тип макияжа. Мне кажется, он мне идет. Я какие-то европейские макияжи я не особо люблю. Тем более, вот эти нюдовые, повседневные, дневные макияжи. Я не знаю, что это. Ну, что это. Это не про меня. Такие офисные макияжи нюдовые. Ну, мне такое не знаю. Мне нравятся макияжи выразительные, восточного плана такие. С украшалочками. Ну, так, чтобы, знаете, повеселее, грубо говоря, чтобы было. Так что, снимать видео про косметику, это мое хобби. А что, все равно, я просто так подумала, я все равно сижу, крашусь. Да, почему бы, пока красить, я тоже какое-то дело не делать, да. Ну, допустим, записывать видео. Может, кому-то они будут интересны. А вот. Ну, и потом, тоже интересно, кстати, смотреть. Мне интересно даже на себя смотреть. Можно посмотреть, как говорится, как ты выглядишь со стороны. Ну, и как ты себя ведешь, как разговариваешь. Потому что, бывает, люди, они как-то себя ведут, и кажется, боже, какой ужас. И ты ему говоришь, ты хоть со стороны себя видел, как ты себя ведешь, выглядишь. Не, а что? А что, плохо, что ли? Ну, возьми, посмотри на себя. Вот сейчас, благодаря видео, да, что есть у нас сейчас у каждого телефон, можно посмотреть на себя стороны. Как ты выглядишь, как ты одеваешься, как ты общаешься, как чего, как у тебя так нос или так нос. А благодаря этому можно посмотреть на себя, оценить, так сказать, реальность. Может, где-то, как говорится, поработать над собой, скажем так, по крайней мере, с тем, что можно поработать, там, фигура, там, может, стиль одежды, там, или еще чего. Ну, и, по крайней мере, хотя бы нравится себе. Вот, понять, что идет, что не идет. Ну, в общем, я как-то просто думаю, дай-ка. Ну, и плюс меня просили, меня некоторые люди просили, а у вас нет канала на YouTube? Я говорю, нет. Ну, вы бы могли там что-нибудь про Джотиш рассказывать, там, а то знаний не хватает. Вернее, информации в интернете по поводу астрологии и так далее, ее много, информации много. А вот знаний, настоящих знаний мало, мало. Почему? Потому что сейчас Кали-Юга. Люди не хотят, не хотят учиться. Они не хотят, не хотят учиться, изучать это знание. А это знание требует для его изучения, требует, во-первых, очень много времени. Я бы даже сказала, десятки лет. Вот. И требует финансовых тоже затрат. Настоящее знание, настоящий учитель, который действительно даст вам знание, он стоит денег. Он стоит денег. Я сама училась в академии. То есть сначала я изучала сама, потом чувствую, знаний не хватает. Я поступила в Международную Академию Астрологии и Метаинформации. Я проучилась там 4 года. Мы платили за каждый семестр, за дополнительные мастер-классы, семинары, книги. Понимаете, да, там приглашались учителя с других стран. Из Канады, из Америки, из Болгарии, там, с Германии, с Тибета, с Индии. Самые мировые, известные на тот период времени, да. Ну, это было 20 лет назад. Потом после окончания, естественно, опять я, ну, то есть я постоянно учусь. И сейчас я учусь, и я постоянно учусь. Потому что, как говорил мой последний учитель по Джотишу, он говорит так, что если вы хотите быть настоящим ведическим астрологом, то приготовьтесь изучать астрологию, эту жизнь и все последующие жизни. Потому что это наука о карме. Понимаете, о карме. И там много всего, много. Поэтому за 3 месяца выучить астрологию, настоящую астрологию, ее невозможно. Ни физически, ни финансово, ее невозможно выучить. Там столько материала, что, ну, вы просто, даже если вы круглосуточно будете ни есть, ни спать, и вы все равно за 3 месяца не успеете. А сейчас что происходит? Бесплатные марафоны, какие-то семинары, открывалась куча каких-то школ по астрологии. 3-4 месяца, и вам дают сертификат. Все, ты астролог, иди консультируй. Ну, это бред, понимаете? Это бред. За 3-4 месяца человек стал астрологом? Человек, который знает карму, законы о карме, знает все упаи, и всю, и весь джотиш, всю астрологию? Друзья, это такой бред, это такая разводилова. Просто Кали-Юга, эпоха дилетантов. Все на этом знании пытаются как-то нарубить себе капусты. То есть тупо, быстренько, за 4 месяца устроить такой лохотрон под названием астрология астрология и заработать денег. С этих наивных людей, которые думают, что стать астрологом – это так. Знаете, пошел 3 месяца, курсы закончил, все, и ты астролог. Нет. Астрология – это наука о карме. Надо знать столько. Надо знать столько. Вы даже себе представите, надо столько времени на это все потратить. Ну, не уж никак 3 месяца, понимаете? Надо и учитель, надо, чтобы был стоящий. Потому что это знание, оно, его выучить невозможно. Это знание, оно открывается человеку, если человек этого достоин. Ведическая астрология – это не профессия, это не курсы, это образ жизни. И уж кто-кто, а астролог, поскольку это наука о карме, он должен знать карма-йогу, карма-шастры, и он должен сам вести в первую очередь правильный образ жизни с точки зрения кармы, чтобы быть тем же примером для своих клиентов. Поэтому, друзья, если астролог пьет спиртное, какие-то наркотики употребляет, пусть даже время от времени, если он ест мясо, рыбу, яйца, это уже не астролог. Это уже не астролог. Потому что астролог, у нас переводится как дайваджа, проводник между Богом и людьми. А Бог никогда не будет сотрудничать и никогда не подступится к человеку, который нарушает его же заповеди, его же законы. Понимаете, да? А главнейшая заповедь божественная какая? Не убей. Не убей и не сожри. Маха Панча Патакама. Пять величайших и самых главных пять законов грехов, за которые Бог не прощает. Человеку придется жестко их отрабатывать. Маха Панча Патакама. Это санскрит. Переводится как пять величайших грехов. Первый – это убийство и поедание животных. Второе – воровство. Третье – употребление интоксикаций разного вида. Даже обычные сигареты. Четвертое – оскорбление своего гуру. И пятое – очень тесное общение с людьми, которые делают все выше четыре перечисленное. Понимаете? Поэтому, если вы хотите там, допустим, «О, мне нужен астролог, куда бы на консультацию», посмотрите, что он кушает. Если этот ваш так называемый в кавычках астролог кушает мясо, рыбу, яйца и пьет пиво, вино, виски, алкоголь и так далее, понимаете, и какую-то там лапшу на уши развешивает там или там, ну и вообще там непонятно чего, ведет какой-то безобразный образ жизни, понимаете, который сам же нарушает… Как можно работать в науке о законах кармы и при этом самому нарушать эти законы кармы? Может он быть посредником тогда между Богом и людьми? Ну нет, конечно. Разве Бог через него даст вам правильный совет? Астролог, астролог, он посредник между Богом и людьми. Когда человек приходит на консультацию к астрологу, он по большому счету задает вопрос Богу, но через вот этого астролога, понимаете? А чтобы Бог захотел хоть как-то, хоть интуитивно подсказать хоть что-то, какой-то совет правильный или там предсказание дать или еще чего-то, или нужную упаю, которая изменит ту или иную ситуацию, астролог должен быть, у него должно быть чистое сознание, он должен быть почти как святой, понимаете? Ну, как святой, ну, по крайней мере, вот мясо, рыбу, яйца не кушать, алкоголь не пить, другие интоксикации не употреблять, то есть, по крайней мере, хотя бы вот эти пять вышеперечисленных грехов не делать, а если они у него были, так он должен сам бы своими упаями это все почистить, если курил, то бросил курить, потому что есть упаи, чтобы бросить курить, есть упаи, чтобы избавиться от алкогольной зависимости, разные, разные случаи жизни есть упаи, понимаете, да? Вот. И он должен всегда вести духовный образ жизни, то есть, каждый день молитва, каждый день молитва для грах, понимаете? Вот, новограха мантра, чтобы быть всегда на связи с этими девами, то есть, с грахами, с планетами, которые курируют ту или иную область в карме человека, понимаете? А если человек даже ни одной мантры не знает, если он даже вообще не понимает, кто такие грахи, что это личности, то что, это астролог? Ну, я имею в виду настоящий астролог, или это так? Человек, который вот решил на этом подзаработать, потому что сейчас это очень модно, заниматься йогой это очень модно сейчас, быть астрологом это очень модно сейчас, но при этом те же йоги, они делают такое, это просто набор физических упражнений, взятых из йоги, раз, 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 поделал, поделал, потом, о, все, йога закончилась, пошел за угол, раз, начал выпивать, курить, мясо покушал, сейчас йоги, которые кушают мясо, как это возможно вообще? Если йога, это древнейшее знание, и там не только физика, там и философия, там все, и более того, сама йога, это один из видов упай, по изменению кармы, а как такое может быть? Человек делает йогу, преподает, но при этом, а я люблю кушать мясо, да еще и говядину, там, ну такой, крупный рогатый скот, и так далее, короче, как? йога изначально, из санскрита переводится, как связь, связь с божественным, понимаете? Вот это сейчас такое, калиюжное знание, дилетантское, короче, я могу сейчас и дальше это нести, ну, у нас теряется уже солнечный свет, это я в других видео расскажу, давайте мы будем макияжик делать, поэтому, друзья, знаете, если вы хотите заниматься йогой, действительно, настоящей йогой, то ищите настоящего специалиста, ну, настоящие специалисты, они стоят хороших денежек, потому что это очень мощное знание, очень дорогое знание, и за бесплатно на марафорах настоящие знания никто не раздает, вот я, допустим, я свои знания, я за каждую лекцию плачу, от учителя, за каждое знание плачу, и что я теперь выйду в эфир и буду всем бесплатно раздавать, с каких фигов, если я заплатила, то и другой должен заплатить, чтобы ценность была, настоящее знание, их нельзя обесценивать, а потом есть такое понятие, как дакшина гуру, дань учителю, то есть плата учителю за его учительский труд, понимаете, благодарность, а то быть должником это плохо, гуру же тоже ему надо кушать, учителю надо кушать, как-то свой быт, там, оплачивать, разве нет? Деньги это прана, а то там бесплатно, у меня всегда вопрос, а почему бесплатно, что ваши знания, ничего не стоят, ничего вообще не стоят ваши знания, почему бесплатно-то? Ну, когда ты посмотришь на эти марафоны, семинары бесплатные, там реально, там они гроша ломаного, такой бред несут, такой бред несут, что реально они и гроша ломаного не стоят, только проблема в том, что первое, оно там бесплатно, чтобы завлечь, завлечь, как мне одна сказала, ну, первое мы даем бесплатно, чтобы, ее слова, чтобы подогреть клиента, подогреть клиента, вас подогревают, понимаете, друзья, они, щедрые тети-дяди, вам что-то раздают, они вас подогревают, чтобы потом впихнуть свою вот эту лапшу, понимаете, так что бесплатного ничего нет, они вас подогревают, они бесплатно раздают, чтобы втюхать потом, свое вот это Г, понимаете, а нас вот, допустим, в академии, или там мой учитель, он нас не подогревал, мы пришли в академию, так, семестр стоит столько-то, эта книжка стоит столько-то, эта столько-то, столько-то, хочешь учиться, учись, не хочешь, а реведерчи, и учитель тоже так, вот мои знания стоят столько, столько-столько, либо ты учишься, либо нет, все, все коротко и ясно, никто не церемонится, никто не это, тебя не подогревает, ой, господи, ну, короче, поняли, да, поэтому, знаете, если вам пытаются якобы втюхать что-то за бесплатное, друзья, подумайте, может вас просто потом будут очень хорошо раскручивать, обещая вам потом золотые горы, которые вам, ну, никак не помогут наладить свою жизнь, потому что йога и вообще все ведические знания, и джотиш в том числе, они, это практичные знания, и они направлены абсолютно на то, абсолютно все направлены на то, чтобы изменить карму человека, а если вы год, два, три, десять, пятнадцать лет занимаетесь йогой, и у вас в жизни ничего не поменялось, абсолютно ничего, ну, там только жирочек где-то на животике ушел, то это не йога, и если вы после такой йоги все равно продолжаете кушать, там, мясо, рыбу, яйца, вот эти трупиков, трупные яды, да, если вы продолжаете выпивать, там, или курить, а то еще хуже, там, вообще всякие запрещенные в стране, препараты принимать, то это не йога, это просто физкультура, под красивым названием, экзотическим, и все, понимаете, люди из-за того, что они сейчас невежественны, и сами не хотят хотя бы узнать, хотя бы на правду узнать, что такое на самом деле йога, что такое на самом деле, там, тот же, там, да, астрология, они не хотят это узнавать, они не хотят это, то есть, на вашем невежестве, на вашем незнании, на вашем невежестве, ушлые, более пронырливые люди, зарабатывают, но первое, всегда дают, что-то бесплатненько, чтобы подогреть клиента, понимаете, да, вот так вот, только я вам хочу еще раз сказать, что все эти знания, они божественные, настоящие знания, они божественные, автором этих знаний является Бог, верховная личность Бога, эти все знания, скажем так, работают, и дают результат, если они реальны, если они сделаны правильно, а результат, какой результат, изменение вашей кармы, во всех сферах вашей жизни, в лучшую сторону, понимаете, а если результатов нету вообще, и год, и два, и три прошел, а результата ноль, то это сомнительный учитель, сомнительное знание, потому что я говорю, это не знание, это просто информация, чтобы заработать на человеке, понимаете, под красивым, это называется инфобизнес, информационный бизнес, как я услышала, информационный бизнес, эй, эй, давай, 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 быстрей, быстрей, бесплатно, бесплатно, марафон, три месяца, все, сертификат выдаем, ты там, все, ты уже йога-тичер, ты уже там, 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 астролог уже, давай, 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 сами просто вдумайтесь, друзья, науку о карме выучить за три месяца, причем весь ее объем, ну, как это, возможно вообще? Поэтому, поэтому, не будь такими наивными, поэтому, если вы уж хотите заниматься и изучать такие тонкие вещи, а из, да, там, если вы хотите, там, чтобы стать этим человеком, ну, то есть астрологом, допустим, или там йогой, учителем преподавателем, вы для начала узнаете, что это за знания, сколько надо времени, чтобы выучить, и сколько надо отдать денег за это образование и так далее, за хорошего учителя, который вам даст и свои благословения, благословения, понимаете, и раскроет вам все секреты этого знания, потому что в книжках и в интернете вам никто бесплатно настоящих знаний не даст, никто, и знаете почему? Потому что на этих знаниях стоит защита, божественная защита, дурака защита, защита от дураков, подлецов, глупцов, понимаете, даже вот посмотрите мантры, они все работают, но если они прочитаны правильно, в интернете сейчас столько мантр, и люди их поют, там даже пытаются читать, а результата нет, почему? Я смотрела эти мантры в интернете, там в одном слове бывает по две, по три ошибки, а уж интонацию, а мантры, они на санскрите, а санскрит это аудиальный язык, мантру, чтобы она работала и правильно читать, надо услышать от учителя, у которого эта мантра работает, и вам так только учитель может передать, а вы смотрите в интернете, мало то, что она там с ошибками написана, плюс вы ее не слышите, а то, что поют так, там неправильная интонация, а санскрит, божественный язык, на котором были даны все знания, надо его, как правильно мантру читать, так только тогда она работает, и если она правильно, она сто процентов принесет результат, понимаете, и это специально сделано, это специально сделано, это такая защита в Калиюгу, потому что, извините, если каждый подлец, дурак, сможет вот так вот в интернете взять знания, прочитал мантру, она сработала, то в мире может начаться хаос, потому что Калии, южные люди, у них сознание очень низкое, очень греховное, понимаете, а знание, это очень большое оружие, ну это сила, понимаете, с помощью знаний можно любые вопросы решить, понимаете, ну, чтобы не было хаоса в мире, чтобы соблюдался порядок, это знание дано не всем, и за это знание всегда надо заплатить, ну что опять же, существует закон, получил, отдал, получил, отдал, поэтому, друзья, на халяву в интернете настоящих знаний вам никто не даст, никто, а вот такое вот всякое, с ошибками, неправильное, ну, чтобы оно не работало, поэтому в интернете это не знание, это информация, информация, причем зачастую ложная, неправильная, или частичная, понимаете, которая вам не даст желаемого результата, и повторюсь, это сделано специально, Богом, это такая защита от их знаний, дурака защита, защита от дураков, чтобы человек, благодаря этим знаниям, не смог навредить, понимаете, и себе, и другим, потому что кальюжный человек, это человек, который вредит даже сам себе, сам себе, и себе же подобным, понимаете, да, ну, вот так вот, так, ну, такой у нас макияжик получается, я, как всегда, опять, видите, прочитала мораль, но эта мораль нужна, друзья, может быть, эти мои слова защитят вас от глупцов, подлецов, дураков, понимаете, понимаете, и вы не вляпаетесь лишний раз, не туда, куда надо, так, ну, я не буду, всем палетка, это известно, если можете в интернете посмотреть, сводчи, сейчас и темновато уже, и у меня нету времени тоже сейчас, да, там эти все сводчи делать, в общем-то, цвета все передаются, вот они, в общем и целом, палетка хорошая, цвета разные, всякие, я ее брала, что-то она тогда, два года назад, на Makeup Revolution, там, стоила, что-то, 800 рублей, 800 рублей, а вот, ну, это два года назад, сейчас не знаю, какая цена, но у меня вот она есть, еще одна в запасе, запечатанная, правда, потом, когда я уже вот Майкан взяла, там другие, думаю, боже, зачем я поторопилась, зачем я ее взяла, мне бы ее и этой бы хватило, плюс, Майкан есть, там, эти, 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 другие, я просто так обрадовалась, понимаете, а, там, я как раз два года назад, только-только начинала, скажем так, посещать косметические магазины, и два года назад, конечно, это были лучшие, одни из лучших теней, потому что два года назад, Майкана не было, там, ЗСА не было, там, этого не было, поэтому на тот момент, это были очень крутые тени, ну, а сейчас, по сравнению с этими, которые у меня есть, они тоже хорошие, вот у меня палетка, я ее частенько использую, видите, а там уже поюзанная, так хорошо, а вот, ну, может, и ту буду, которая в запасе лежит, использовать, почему нет, в общем-то, она хороша, некоторые оттенки просто плешивят, вот этот, кстати, вот этот зеленый, такой матовый, который я наносила, он плешивит немного, такой он, знаете, вот, можно нанести, вот, как вы видите, ну, он так себе, так, что я хочу, так, давайте обновим стрелочку, реснички, да, стрелочку, реснички, так что, друзья, если он предлагает что-то за бесплатно, особенно в этих сферах, консультации, там, бесплатные, или копеечные, или там, типа, марафоны, три месяца, и ты астролог, друзья, это лажа, за три месяца, я говорю, даже чисто физически, даже если вы с утра до ночи, и ночью будете изучать, там, даже сам объем этой науки, он не позволит за три месяца это выучить, за три месяца вас просто научат, как развешивать лапшу клиентам, употребляя некоторые астрологические термины, вот я так скажу, за три месяца вас могут научить обманывать людей, то есть развешивать лапшу, и чтобы человек верил, что это бы якобы консультация по астрологии, развешивать эту лапшу, а чтобы человек поверил, да, то надо немножко употребить астрологических терминов, вот и все, вот и все, вот чему вас там научат, и плюс, естественно, за эту шучебу у вас тоже же денег попросят, понимаете, как-никак, да, знаний вам не дали эти люди, но время-то свое потратили на обучение того, как стать дилетантом в астрологии, понимаете, то вы, конечно, уже тоже должны ему заплатить, и, соответственно, если консультация по астрологии, если она слишком дешевая, это тоже должна нас поражить, понимаете, потому что такие знания, они не могут стоить дешево, но они не могут стоить дешево, упа и вот это все, оно не может стоить дешево, понимаете, это вот как бриллианты и фианиты, вроде бы похожи, но ценность разная, качество разное, понимаете, бриллиант, а джотиш – это бриллиант, джотиш, как вот даже в Санатанадхарме в физических знаниях говорится, что джотиш, астрология джотиш, поскольку это наука о карме, всех живых существ, явлений и событий, это древо всех ведических знаний, то есть джотиш, а на него уже нанизана там аюрведа, йога, тантра и так далее, понимаете, да, это знание номер один в мире, благодаря этим знаниям можно вот всю свою судьбу изменить, абсолютно все, и что оно будет стоить? Три рубля ведро? Ну, это тоже смешно, сами подумайте. Изучая вот джотиш, я говорю, уже более 26 лет, у меня даже родился свой собственный афоризм, свой собственный афоризм, скажем так, свое изречение, которое вот на меня снизошло, скажем так, наверное, благодаря, опять же, этим знаниям, что благодаря этим знаниям можно получить все в этом мире, а не имея знаний, можно получить, можно потерять даже то, что есть, понимаете? Самая большая сила во Вселенной – это знание, самая большая сила во Вселенной – это знание, Не имея знаний, можно все потерять в этом мире. А имея знания, можно получить все, что есть в этом мире. Понимаете? Вот так. Прям запишите себе на доску. Не на доску, а на холодильник. Я вот постоянно этот свой афоризм у себя в голове прокручиваю. Когда надо идти делать упа, я мне лень. Ну, боже, ну лень, ну хотя бы один день не буду, не буду. А потом у меня раз так в голове. Хочешь получить вот это? Хочу. Хочешь вот это изменить в своей сфере какой-то жизни вот это? Сама себе отвечаю. Хочу. Ну, значит, давай, поднимай свою задницу и иди и делай. У тебя же есть знания, как это сделать? Есть. Ну, иди и делай. Это я сама себе так говорю. Когда, чтобы свою силу воли. Потому что это же надо пойти и сделать, чтобы что-то изменилось в жизни. А не просто сидеть и бла-бла-бла, понимаете? Разговоры разговаривать. От наших разговоров ничего не изменится. Даже Иисус Христос сказал, что... Как Он сказал? Не по словам вашим будет вам, а по делам будет вашим вам. Тем более карма. Карман, правильно на санскрите, переводится как действие. Наша карма получается благодаря нашим действиям. Либо отрицательным, либо положительным. Благодаря либо отрицательным, либо положительным действиям формируется наша карма. Мы ее формируем каждый день. И наформировали все свои прошлые воплощения. И какой-то багаж кармы мы взяли на это воплощение. Это так называемая прарабдха карма. То есть уже наработанная прарабдха карма. И в Кали-югу, она у каждого человека абсолютно на земле, минимум 75% негативная, черная. А 25% серая. Понимаете? В Кали-югу человек отрабатывает только в основном плохую свою карму. Поэтому надеяться на счастье, что, ой, ну это просто не повезло. Это очень глупо. Везение. Вот это, кто это слово придумал? Везение. Везение не существует. Существует либо хорошая карма, благодаря которой все там как-то хорошо сложилось. Любое событие в вашей жизни. Либо негативная карма, соответственно, негативные события в вашей жизни. Причем в любой сфере. А люди, ну, мне не повезло. Надо лучше мечтать. Сиди и мечтай. Так от мечтов ничего не это. Карма формируется благодаря действиям, а не от того, что человек сидит и вот это мечтает. Понимаете? Просто нынешние Кали-южные люди, у них нету знаний о карме, как она формируется, как чего, почему такая жизнь. Им же надо как-то себя успокоить, да еще денег на этом заработать. И как-то вот объяснить себе, что подружка вышла удачно замуж, а я нет. Или там наоборот. У того есть деньги, а у меня нет. Это же надо как-то объяснить. Ну, вот они пытаются объяснить. Потому что когда человек знаний не имеет, он начинает что-то придумывать, какие-то оправдания, какие-то объяснялочки. А потом вот этот свой бред толкать в массы через интернет. Позитивное мышление. Плохо мечтаешь. Плохо думаешь. Приходи на бесплатный первый урок вебинара. Я помогу тебе исполнять твои мечты. Понимаете, да? Вот это гоняют воздух туда-сюда. Я помню, ну, есть один известный, так сказать, ведический психолог. Уже так мировое имя имеет. Колесит по всему земному шару. Так же красиво разговаривает. Так же красиво особенно шутит. Я вижу, кстати, что все приходят на его лекции, его шутки послушать, поржать, поржать. Понимаете? Чисто поржать. Потому что от его разговоров ничего не это самое. И у него была подруга. Тоже такая прям близкая подруга. И к нему же там на эти семинары. И вместе они уже там в Ютубе висели в своих видео. И она там свой канал вела. Я научу вас женственности. Как сделать масленицу. Что такое масленица? Чтобы мужик от вас не ушел, а женился. И почему он тебя... Ну, вот эти же все заговорки. Сделай так, и он будет твой. И сделай так, и сделай масленицу, и он 100% женится. И она же так красиво об этом всем рассказывала. Миллионы подписчиков в Ютубе, в Инстаграме. И книжки писала. Это его тоже ж подруга, да? И она же везде вместе. На тот момент была замужем. И вместе со своим мужем везде. Такая ж пара. И в Ютубе. Эти их видео красиво обставлены. Она нафуфыренная в платьях. Муж там в этих смокингах. Какая мы пара. И вот такие ж ведические психологи. Девочки, прошел год. Вот они... Прошел год. И тут опа, я смотрю. А они развелись. Они развелись. Причем развелись там в один день. И развелись тогда, когда эта женщина была беременная от этого своего мужа. Понимаете? Где же тогда ваши знания? Почему вы людям вот это обещали? Где же ваши знания? Почему же ваши знания вам не помогли сохранить вашу любовь, как вы ее показывали? Почему эти знания тебе, дорогая, не помогли удержать своего мужа, а он тебя бросил, когда ты была на третьем месяце беременная? И когда даже ребенок вернулся, он все равно к тебе не вернулся. Почему твоя масленица, которую ты там всем хотела, говорила, обещала, что 100% он на тебе женится, если женщина сделает там масленицу? Понимаете? Почему масленица эта тебе не помогла? Почему вообще он от тебя ушел? Причем, когда вы там были на пике популярности, там миллионы просмотров, книжки, все, этот бесплатный, и это. И друг у тебя тоже тебе не помог, твой этот ведический психолог. А так же ж красиво все разговаривали, и так все вроде бы логично, и все это там. Да, правильное поведение в отношениях, оно должно быть. Но если есть плохая карма, что будет развод, он будет. Независимо от того, как вы бы красиво не разговаривали с друг другом. Потому что есть прошлая карма, прошлое, которое вот там уже написано вот в куэроскопе, там есть куджа-доша. Все, это гарантия развода. Понимаете, вот куджа-доша, да, всем известная. Если она есть в гороскопе, все, это гарантия развода. Сколько бы браков не было. Не имеет значения. Пока у паями ты эту куджа-дошу не уберешь. Там другие доши какие-то, понимаете. Вот тебе и доказательство. Не по словам будет вашим, а по делам вашим. Даже по тем делам, которые вы сделали еще в прошлых рождениях своих. И если вы эту карму с собой взяли сюда, а это гороскоп ваш показывает, то вы все получите по заслугам. И потом эта женщина такая... Так она сейчас опять дает семинары свои. И в ютубе, и везде. Но теперь она, женщин, учит, как пережить развод. Как пережить развод. А то женщины всю жизнь живут и не знают, как пережить развод. Никто не переживал развод. Да в нашей стране каждая первая пережила развод. Либо развод, либо там разлуку, расставание со своим мужем. И пережили, и пережили. И ничего страшного. Но она этому учит. Учит. Я говорю, друзья. Будьте как-то благоразумны. И сверяйте слова человека с настоящим положением вещей в его жизни. Как он живет, что делает и так далее. Понимаете, да? А то, ну, ей-богу, такой бред. Учит теперь. То она учила, как удержать мужика, чтобы он вообще никогда не ушел. Прям посмотрите эти заголовки в интернете. Ну, а может, кто и сталкивался. А тут такая засада. Муж ушел, бросил, беременную. Не появляется, не помогает. А она ж обучала там. Знания давала. Как заставить мужика на вас тратиться? Та-та-та-та-та. И все ж в пример ставила. И своего мужа, и себя, и свою пару. И такие аж красивые. И столько ж они денег заработали на вот этих, которые, уши, которым навесили лапши-то, понимаешь? Ну, миллионы просмотров. Я не из-за завистия-то говорю. Мне-то вообще, ну, как говорится, по барабану. Просто я к тому говорю, друзья, вы же как-то проверяете. Понимаете, если вам нужен какой-то, если вам нужен доктор, посмотрите, этот человек сам своими докторскими, медицинскими знаниями сам себе вылечил, сам себе помог, он здоров. Как можно идти к доктору лечиться, если доктор сам больной? Как идти, допустим, к косметологу, который сам в прыщах? Как можно идти к диетологу, который больше 100 килограмм весит, друзья? Понимаете? И, соответственно, это касается и других специалистов. И астролога в том числе. Как можно идти к астрологу, если он даже сам свой гороскоп не видит, не понимает, читать его не может, на память даже его не помнит, не знает, и ни одной упаи не знает, ничего не делает, и у него там постоянные какие-то проблемы в жизни, и он этими знаниями сам себе не помог. Хотя это первейшее знание, которое может помочь человеку, если его правильно применять. И вообще, если, чтобы его применять. И так как мне там это, знаете, была ситуация, ну, пару лет назад. Ну, на телефон нам часто названивают, там, здравствуйте, здравствуйте, это вас беспокоит, салон красоты. Вот у нас тут есть бесплатная акция, типа, вы к нам приходите. Это реальная история была со мной, я вам рассказываю. Для примера, чтобы закрепить сегодняшнюю нашу видеолекцию, да? Это, я говорю, а в чем-то, в чем акция? Ну, вы приходите, там вот вам, это самое, процедуры вот для кожи лица, масочка для лица, массажик для лица, там, кремчики, туда-сё, вот просто там, о вас позаботятся, просто вот, а, бесплатная, компьютерная какая-то у них там программа, которая определяет кожу вашего лица, в каком состоянии ваша кожа, насколько она упругая, насколько она увлажненная, всё там в процентах будет показано, вот такая новейшая программа, и всё это же для вас бесплатно. Я думаю, ну, это вряд ли бесплатно. Ну, даже если бесплатно, думаю, ну, посмотрю, вот, чисто, чтобы, ну, вот, ради знаний, так сказать, посмотрю, что ж там бесплатно, и вообще, чё к чему. Я, короче, пришла тут, ну, я думаю, бесплатно-то нельзя, как-то люди будут на меня время тратить, я уже кармически становлюсь должником, надо хоть чё-то дать. И я бесплатно всё равно не пошла, я купила красивый букет цветов, думаю, ну, какая-то, видать, косметолог будет мной заниматься, да, предоставлять, так сказать, эти бесплатные услуги. Я думаю, дай-ка я ей всё равно что-нибудь приятненькое-то, ну, как-то заплачу. Ну, раз они сказали деньгами, значит, денег пока не хотят. Вот, я думаю, я ей принесу цветы, вот, и там фруктов. Я купила красивый букет лили и фрукты. Пришла, я говорю, это вам, потому что, ну, как бесплатно, вы же на меня будете тратить время, то всё, я не хочу быть вашим должником. Она, ну, и спасибо, мне так приятно, вы первая, кто вот так вот. Я говорю, ну, что делаем, ложимся. Легла, она сняла мне макияж мой, потом говорит, вот у нас такая пенка, чтобы снять макияж, вот у нас такой, тут эта пенка, эта пенка, это гель, это это, что-то повтирала, повтирала, помазала, помазала по лицу, то есть всё, что-то там пальчиками похлопала. Вот, вот у нас, а это у нас вот израильская косметика, да, туда-сё, вот, вот я ею вам сейчас вот делала, вот это снятие макияжа, потом вот это же увлажнение, туда-сё. Вот, а я ещё почему пошла, потому что я никогда не ходила по таким салонам, где вот с кожей там работают, массажи, нет. Я сама за собой ухаживаю, я не хожу, как-то я своё лицо не могу доверить, там куда-то, кому-то, там неизвестно куда, да, и я всегда, вот. Плюс у меня есть упая, тантрическая упая на молодость, красоту и привлекательность, а вот, да, у меня даже такие упаи есть. Вот, ну и плюс обычно там элементарный уход какой-то делаю, да и всё. А вот. Ну, у меня там есть, да, там несколько, ну, я немного аюрведу знаю, естественно, аюрведические масочки, если будет желание, напишите в комментариях, я вам дам какие-нибудь масочки, видео специально сделаю для лица, которые ухаживают. Вот. И буквально это время она там мне поделала минут пятнадцать. И такая, ну всё, мы закончили. Я говорю, всё, пятнадцать минут. Она такая, да. И я, ну, боже, я с другого конца города тащилась полтора часа в одну сторону, сейчас у меня полтора часа в другую, только из-за пятнадцати минут. Думаю, ну ладно. А вот. Думаю, ладно. Пятнадцать минут, ну, а что можно пятнадцать минут, да? Ну, а говорят, бесплатно. Ну, кто же бесплатно будет работать, своё время отдавать? Ну, думаю, пятнадцать минут, и ладно. И вот я же уже там встала, всё, и она говорит, ну, вам интересно, как вам, посмотрите на себя в зеркало, как вы выглядите. Я говорю, да как-то страшненько. Говорю, лицо всё покраснело, макияж вы мне сняли, мне сейчас полтора часа ехать домой на метро, вот в таком виде. Лицо, говорю, как-то у меня всё скукожилось, кожа стянулась. Ну, как-то что-то я не в восторге. Нет, на самом деле, эта косметика хорошая, это израильская косметика. Вот я вам макияж снимала вот этой баночкой, кремчик я вам наносила вот этой баночкой, вот эту массу я использовала, чтобы во время массажа, к вам, вот. Если вам понравилось, вы можете это приобрести. Я говорю, ну, аж интересно, сколько это, три баночки эти еврейские стоят. Израильская какая-то косметика, я говорю, ну, аж интересно. Она говорит, сорок тысяч рублей. Я такая, три баночки для снятия макияжа, для массажа и там увлажняющий какой-то якобы крем. Сорок тысяч рублей. Я говорю, вы знаете, я как-то не планировала сейчас за сорок тысяч рублей покупать три баночки непонятно чего. Она такая, мы можем вам оформить кредит. Я говорю, ну, сейчас еще. Я из этих трех баночек еще сейчас в долг влезу. Приходите, все бесплатно. Все бесплатно. А тут мне предлагают теперь в долг влезть, да, в этот кредит. Понимаете, вот эта история про то, что ничего в мире бесплатного не бывает. Друзья, не верьте, никто не будет на вас бесплатно работать. Более того, это неправильно бесплатно работать. Иначе вы становитесь кармическим должником. Понимаете, этого человека? А вот. Ну и, короче, это. Я говорю, не-не-не, говорю. Мне еще этого не хватало. Сейчас на сорок тысяч кредитов взять за каких-то три баночки. А вот. И она потом говорит, ну, ой, надо же, говорит, еще компьютеру вам отвезти к вас. К компьютеру, чтобы компьютер посмотрел состояние вашей кожи. И эта косметика вам реально поможет. Я говорю, пойдемте. Пошли мы к компьютеру. Там сидела тетя. И что было удивительно, это у тети этой, несмотря на то, что ей было меньше лет, чем мне, кожа вся была очень морщинистая. Очень морщинистая. То есть, знаете, вот как будто шарпей. Вот знаете, есть такая порода собак шарпей. У них кожа вся так вот в складочку, и у нее было такое лицо. Вот у той тети, которая сидела за компьютером, чтобы вот компьютер сказал, да, дал распечатку о состоянии вашей кожи. И мне же там выдают распечатку. Вот ваша кожа увлажнена только там на 12%, а вот 82% увлажненности не хватает. Вот ваша кожа там в пигментации, якобы там уже в старческой, там будет, будет у вас очень сильно там через пару лет. А на тот момент, когда я ходила, мне было сколько? Мне было 35 лет. Вот когда была вот эта ситуация, мне было 35 лет. Сейчас мне 46. Сейчас мне 46 с половиной. То есть получается прошло вот 11 лет. Вот у вас в будущем уже там наметки на пигментацию. Я говорю, вообще-то у меня веснушки есть. Пусть их не так много, светленькие, но они есть. Потому что я изначально такая рыжеватая девочка, да, в детстве вообще рыжая была. А сейчас с возрастом просто волос потемнел. И они же мне начинают вот это, я такая слушаю, вот, и она все про эти баночки же мне капает, что вот. А вот если вы баночки вот эти возьмете за 40 тысяч-то, то все будет хорошо. И вы потом придете, и компьютер вам покажет совершенно другие результаты. Я говорю, да, все будет хорошо. Я говорю, а почему же вы себе не применили? на ваше лицо, как будто у вас кожа этого шарпея. Почему вы себе не применили? Раз эти баночки такие крутые, почему вы себе не выровняли все ваше лицо, не убрали вот эти прыщи, не помолодели? Я говорю, вам сколько лет? Она такая, мне 28. Я говорю, а почему вы выглядите, как будто уже там на 50, причем на очень плохие 50? Она такая, ну а вам сколько? А я говорю, а мне 35, 36. Они такие, как так, не может быть. И они начали у меня спрашивать, а чем вы пользуетесь, что вы так молодо выглядите? А чем вы пользуетесь? Я говорю, чем я пользуюсь? Сметана, там масло какое-то, чай там какой-нибудь заваренный, зеленый вместо тоника. Вот чем я пользуюсь. Плюс, говорю, мясо, рыбу, яйца я не ем. А, вы вегетарианка? Да? Я говорю, да. Понимаете? Ну, это я так вам, для примера рассказала. Поэтому, друзья, если вам предлагают косметические услуги, а человек, который вам предлагает не в лучшей форме, там прыщи, морщины, там непонятно что, то вряд ли вам тоже это, то, что он вам предлагает, вам поможет. Или врач, который вам обещает стопроцентное излечение, ну, а сам больной весь. Понимаете, да? Ну, ладненько. Уже стемнело, лампу эту включать не хочу. А вот, и вижу в камере, что уже очень темно. Сегодня у нас такой макияж, прям весь, как лекция по распознаванию мошенничества, да? Ну, это тоже знание, кстати, это тоже знание. Надеюсь, вам они помогут. Вот. Ну, все, девочки, я пойду, потому что мне надо идти. Сегодня суббота, вот, а в субботу, как правило, очень много упа разных надо делать, чтобы жизнь была лучше, легче, вот, потому что этим днем курирует Шани ДФ, Сатурн, а Сатурн нам всегда дает трудности всякие в жизни. А у меня, тем более, сейчас идет Сады Сати, шестой год. Вот. Поэтому только благодаря упаям держусь и нормально живу. Вот. Даже исполнились всякие мои цели, задумки. Вот. Ну, ладно, друзья, простите за темноту, буду стараться, буду стараться пораньше. Ну, плюс дневной день будет увеличиваться, я надеюсь, будет все классно. Ну, все. Я думаю, может быть, и хорошо, что не так ярко, то бы вы смотрели там на меня, на то, на сё. А так, чистая информация для размышления. Я думаю, моя информация намного важнее, чем освещение в моих видео. Ну, все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч в эфире. До новых встреч в эфире.